Ретро-ретро, ретро-эфм Ретро-ретро, ретро-эфм Ретро-эфм Ретромания с Андреем Разиным Путь к мечте оказался прозрачнее, чем можно предложить. В 18 лет Игоря забрали в армию. Папа переживал за сына. Тайком просил соседа Владимира Андреевича, работавшего трубачом в краснозавенном ансамбле песни и пляски имени Александрова, устроить сына куда-нибудь музыкантом. Сосед позвонил приятелю в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. И вскоре оказалось, что вместе с Игорем в коллективе песни и пляски служил музыкант группы Стаса Намина. Игорь был на седьмом небе от восторга. Легенда, кумир Стас Намин переезжает в их воинскую часть. Руханов понравился Стасу и его потихоньку начали готовить на смену Косте Никольскому, который в те годы был гитаристом цветов и готовился к сольной карьере. За два года армии Игорь выучил всю программу цветов. После ухода с армии его на четыре месяца отправили на стажировку в ансамбль «Синяя птица». Ретромания с Андреем Разиным В 1981 году был создан ансамбль «Круг». Просуществовавши около четырех лет, в этой группе Игорь Саруханов написал свои первые главные песни. Вы помните эти песни, и я думаю, что Ретро-ФМ вам их поставит. Это же, конечно, «Каракум» «Позади крутой поворот». Ее, кстати, исполняла Анни Вески и получила две первые премии в Сопоте. Это было вообще шоком, потому что в 1984 году еще ни одна артистка не удоставилась нашей страны, чтобы завоевать сразу две премии. В то время я работал администратором у Анни Вески, и я помню ее исполнение этой песни, которая практически перевернула сознание всего Сопотского фестиваля, и однозначно Советский Союз тогда получил две премии. Это, я считаю, один из большущих взлетов Игоря Саруханова как личности и как композитора. Практически он был признан международной уже общественностью, и Министерство культуры, и все чиновники, а также все музыканты. Ретромания с Андреем Разиным В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется стать самостоятельным. И в 1885 году на эстрадном небосклоне появилось новое имя – Игорь Саруханов. Так началась сольная карьера. В каждой своей песне Игорь сам пишет слова и музыку. Лишь малая часть его произведения создана на слова других авторов. Зато какие имена значатся среди его любимых поэтов, ставших соавторами песен Саруханова. Это Александр Новиков. Вы помните песню «Скрипка леса»? И Симон Сеяшвили. «Дорогие мои старики». Эта песня практически стала мегахитом нашей страны и по сегодняшний день завоевывает сердца всех и от мала до велика. И Александр Вуллих – «Лодочка, придуманная любовь». Впрочем, в последнее время Игорь предпочитал сам писать и музыку, и тексты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ретромания с Андреем Разиным Ретромания с Андреем Ретромания с Андреем